Привет, с вами Лорк, ну и что ж, пришло время завершить последний незавершённый челлендж на этом канале, как минимум в данный момент последний. Думаю, особо гадать тут не нужно, что осталось, ибо остался челлендж лишь про катапульты, где мы прошли пока приключения и мини-игры. Остались выживания, так что в данном видео я и попытаюсь пройти все выживания, используя только катапульты, а то бишь, кучан, качан, ягоду и холодную ягоду. Ну и куда же без легендарной троицы, без которой нам никак не обойтись. Первое выживание, в выживании день, и по правде пока всё крайне легко, уже когда выставлено несколько рядов арбузов, в зомби даже выйти из кустов не успевают, как куда-то исчезают. Аномалия какая-то. Ночь, и хочу сказать, вот тут сложность по сравнению с прошлым выживанием возросла в несколько раз. Хотя, казалось бы, всего-навсего солнышки с неба не падают и пару могил на поля не заспавнилось. И теперь, чтобы хоть как-то нормально начать пережить первую волну, нужно лишаться практически всех казанокосилок, чтобы было время хоть немного накопить солнце. Ну а дальше уже отличий не особо много от дня, всё примерно так же легко. Бассейн. Хм, знаете, может стоило проходить обычное выживание не ставя и не в рав арбузы, ибо слишком изъя. Хотя ладно, о глупостях каких-то думаю. Туман. Тут-то вначале развиться по сложности примерно как ночью, но естественно есть и своё НО. А то бишь и не встретить зомби на шарике, которому ничего просто-напросто не сделать. Хотя, казалось бы, в чём проблема катапультом по нему попасть. Рассказывать, думаю, не стоит, каким нужно быть везунчиком, чтобы сперва суметь нормально развиться, а потом в подальших волнах и не встретить зомби на шарике. Но не знаю даже как сказать, в тот момент, когда я это проходил, удача по всей видимости была на моей стороне, и чуть более чем за час у меня вышло найти ту попытку, про которую я и рассказывал несколько секунд назад. Буду надеяться, в усложнённой версии мне так же улыбнётся удача. Вот и крыша, и всё та же проблема. Хорошо, что в этот раз газонокосилки были целы, поэтому она сама собой и решилась, а выживание прошлось. Выживание день хард. Как мы знаем, в хард-выживании идут мобы посильнее и сложнее, поэтому мне остаётся лишь и делать то, что ждать меняемого спауна идущих зомби, ибо ни с картами, ни с чуваками на шариках нам не совладать. Фух, прям кое-как на грани. Шахтёры в конце, подлянка ещё та. Ночь хард, хард ночь. В этот раз наоборот в разы легче дня. Забавно. Бассейн хард. Всё казалось бы идеально, с первой попытки проходилось, но куда же, нужно ведь всё испортить своим появлением. Да, зомби на шарике? Опять ты? Это прикол? И лишь в третьей попытке мне дали шанс пройти. Сам удивлён, что потребовалось в разы больше времени потратить на бассейн, чем на ночь. Ух, вот и туман хард. И, наверное, я совру, если скажу, что мне не повезло, ведь пройти это, потратив всего-навсего каких-то два часа, чтобы выпала попытка без зомби-ретонов и шахтёров, нужна ещё какая удача. Ну и крыша хард. Ситуация на ней примерно плюс-минус, соу-соу, процентов 50 на 50, как было на бассейне. Казалось бы, вот-вот уже пройдёшь, но появляется тот, кто говорит тебе «ноу». Но уж как ни старайся, зомби на шарике, ты благо не имеешь 100% шанса спауниться, так что просто-напросто потратив вновь несколько часов на увлекательнейший геймплей высаживания арбузов, всё вышло. Все выживания пройдены. На самом деле я могу назвать этот ролик одним, если не самым глупым на моём канале. Но мне так понравилась картинка, которую нарисовали для этого ролика, что не сделать его я не мог. Да и зачем уж я тогда порядка 12 часов высаживал арбузы. Субтитры создавал DimaTorzok